Танкисты, всем привет, всем хорошее настроение, и вот что я вам подготовил сегодня, танк торта, мы все прекрасно знаем, что в обновлении 8.7 его апнули, да апнули это совсем неплохо, и сейчас, именно вот сейчас, то самое время, когда вы его смело можете выкатывать в рандом, и в принципе особый ущерб для ваших нервных клеток. Что мы знаем, ему апнули броню, ему апнули ДП, что по броне, забронировали вот эти вот щеки, если можно так назвать, если можно назвать это место для танка, у которого нету башни, и также чуть-чуть накинули брони в самой командирке. Пацаны, но это не самое важное, самое важное лично для меня, что апнули ДП, и сейчас он составляет 3905 или 3906, и это, если я не ошибаюсь, если не тройка лидеров, вообще всех танков в игре, то точно входит в четверку. На первом месте СУ-122-54, Ягд Тигр, либо этот танк, либо ФОЩ, тут я, пацаны, сорян, не совсем осведомлен. Ну и посмотрим, что же будет происходить с этим танком, а тут, между прочим, у нас Ковалев, и он настроен решительно. Этот бой случился на стриме, мне вот просто нужен был тупо мастер. Вы все прекрасно помните, кто давно на канале, и кто следит регулярно за моими стримами, вы помните, какой был стрим прошлый в обновлении 8.6 по этому танку. Жопа взрывалась. Так, ну и смотрим, выбираются и мили с нами на каточек 431, круто. Но вот Баджер на самом деле так себе противник, потому что у него и ХП больше, и орудия вроде как у него поинтереснее, поточнее. Ну, в общем, так себе соперник. Вот, поэтому я переключаюсь, пока есть возможность на ЛТшку, новую Объект-84, и замечательным образом попадаю в СА. Броня не пробита. Мне кажется, здесь немножечко против меня силы ВБР пошли, потому что я стрелял в нижний бронелист. Я не понял, для чего вот этот вот предпринял действие Объект-84. Он был в сейве, можно было отъехать назад. Не проезжая по центру вот этого фонтана, по центру этой площади, мимо фонтана, точнее, отхватя просто половину ХП. Непонятно. Так, ну и все, мы заряжаем голду, и очень круто, посмотрите, как залетает. Но сейчас я буду танковать. И вот, пацаны, ИС-7, он не подумал стрелять голдой. Вот, помните, вот эти вот два, как бы, вот две вот этих вот плоскости с левой и с правой стороны около маски орудия, которые были полностью серы. Он стреляет в командирку. Но командирка-то, она кругленькая, имеет рикошетную форму. Соответственно, в каких-то там доворотах оно иногда рикошетит. Это круто. Танк по-настоящему сейчас имеет то, что и должен был иметь сначала. А он, пацаны, эти параметры, ну, помимо за счет, что ДПМа, он и имел. То есть, изначально торт был имбищей. Он был очень бронированный, его боялись. Сейчас, возможно, на него тоже начнут обращать внимание. И, возможно, даже будет наблюдаться какая-то упорка. Ну, который я, собственно говоря, не заметил. Смотрите, здесь я отыгрываю достаточно грамотно. Не побоюсь этого слова. Не стою в кустах. Пытаюсь реализовать его ДПМ. Но на первой линии, ребят, все-таки это не тот танк, который вы будете использовать. Почему? Потому что он огромный. Хоть он и стал бронирован, он огромная коробка, которая чувствует огромнейшие проблемы, когда попадает в окружение. Ему забронировали даже, по-моему, борта, если не ошибаюсь. То есть, он даже в какой-то степени танкует. Истинное осложнение я получил на этом танке на стриме. И, если я не ошибаюсь, пацаны, у меня вышло на нем 2 900 среднего урона за 26, то ли 28 боев. И 70 с чем-то процентов побед. Изумительный аппарат стал. Просто изумительный. И второй бой, который я вам покажу на этом танке, случился на карте Иллада. Между прочим, тоже во взводе. И сказать, что этому танку не хватает чего-то, я не могу. Вот правда. Если я скажу, дайте ему скорости, но тогда он будет заметно превосходить остальные танки 9 уровня. Единственное, что я попрошу сделать для этого танка, турбофорсаж. Вот сделайте для него турбофорсаж. Все. Больше этому танку я, пожалуй, не закажу ничего. У вас, уважаемый Минск. Минск на связи? Вот. Смотрите. Едем, естественно, вместе со взводом. Едем на ТТ-направление. Этот танк, я повторяюсь и буду повторять, потому что я приверженец этой идеи и этой мысли. Ну, невозможно играть на этом танке против СТ-шек. Ну, невозможно. Потому что, если вдруг вы поехали на СТ-направление, если, ну, представим на секунду, что что-то пошло не так, что что-то произошло, ваших СТ-шек всех вырубили. Либо же ваши СТ-шек туда просто не поехали, либо же вы поехали туда изначально один. Его окружают, его крутят, и ему приходит она. Поэтому всегда нужно держаться с командой. Если ехать на СТ-направление, то только вместе со взводным. Но это моя позиция. Именно так я играю на этом танке. Что замечательного есть у этого танка, ребят? У этого танка, помимо 10 градусов углов склонения орудия, есть еще углы горизонтальной наводки. То есть он этим дулом шевелит, как усом. Каким-то. Ну, то есть он у него, ну, просто на какие-то сумасшедшие углы поворачивается. Это очень круто. Посмотрите, он реально нас пытается выцеливать, пацаны. Когда это было, чтобы восьмой уровень нас выцеливал? Это круто. За это вот правда респект. И КД, пацаны, 6,1 секунды КД. Да вы его просто не замечаете. 6,1 секунды КД. Круто. Если мне, например, спросят расположить танки по простоте геймплея, например, АСУ-122-54 пойдет на самое последнее место. Если брать в учет Ягдтигр и Торта. А Торта я, пожалуй, наверное, поставлю на второе место, пацаны. Не потому, что мне на нем было сложнее, чем на Ягдтигре. Я на этом танке, пацаны, взял мастера быстрее, чем на Ягдтигре. Я его поставлю на второе место из-за того, что немножечко геймплей, вот по мне, был тяжеловатый. Если Ягдтигр для меня это сугубо тяж, которым танкую, в принципе, так же, то вот эта штука не совсем подходит под определение геймплея, как на тяжелых танках. Все-таки это командирка, непонятно в каких ситуациях пробивающаяся, в каких не пробивающаяся. Ну и, конечно, скорость. Скорость оставляет желать лучшего. Углы склонения орудий есть, но особо в кустах я не рекомендую вам стоять. Потому что все-таки ДПМ не всегда настреляешь с одной точки, с одной позиции. Так, ну и здесь я прошу оставить мне настрелять. Не то, что даже оставить, а просто скорее со взводного прошу оставить хотя бы фражик. Потому что, ну, честно, уже сложно. Уже сложно становится брать этих мастеров. И здесь, к сожалению, все равно забирают его союзнички, любимые, дорогие. Вы скажете, они честный мастер. Теперь, пацаны, ну я максимум, что взял не свое, так скажем, это, наверное, одну тычку. КД у СТ-1 12-13 секунд, а у меня 6-1. Он бы успел дать максимум одну тыку. Взял бы я мастера при этом или нет на 4-200? То тоже под вопросом. Поэтому, ребят, хороший танк. Сейчас этот танк хотя бы что-то может, пацаны. Понятно, что, если, например, вы будете играть против десяток, то играть нужно не так смело и активно. Нужно играть аккуратно и с ивово. Но танк стоит выкупить, если он у вас есть. Стоит вывести в топ. Посадить полностью, просто весь экипаж в него. И наслаждаться. Я не побоюсь этого слова. Все, пацаны, у меня все. И всем пока-пацаны.